Итак, друзья, слово из рекламы. Это специальный проект нашей программы. Сегодня слово из рекламы бифидомбактерии. Что это за бактерии такие и правда ли они действуют? Давайте посмотрим рекламу, которая обещает чудесные эффекты. Ну, итак, друзья, бифидобактерии. Вообще выживают они, не выживают и так далее. Напомню, первое, эти бифидобактерии рекламируются в молочно-кислых продуктах. Правда это или нет? И что такое вообще бифидобактерии? Вообще это отличная вещь. Это так называемые полезные бактерии, которые живут в кишечнике. Вот изобразим их в виде таких рыбок. И эти рыбки имеют одно прекрасное, удивительное качество. Эти рыбки, вот сейчас мы запустим, вот они поплыли. И так их прекрасное качество заключается в том, что рыбки эти чудесные, а именно бифидобактерии, защищают наш кишечник от всяких, хотелось сказать, гадов. Ну и гадов в том числе, потому что под гадами мы имеем в виду не что-нибудь, а всякие разные патогенные микробы. Вот они падают у меня прямо из рук, хвосты у них отваливаются, но мы все равно их внедрим в наш кишечник. Итак, бифидобактерии. Изучал ли вообще кто-нибудь молочные кислые продукты на предмет наличия в них бифидобактерии? Да, изучал. И в этом смысле мы должны сказать огромное спасибо гигантским компаниям, таким как Данон и другие, которые потратили огромные средства для того, чтобы выяснить, какие бактерии добавлять вот в эти молочно-кислые продукты для того, чтобы эти бактерии оставались живы. Потому что ситуация простая. Когда любой микроб попадает в наш кишечник, он гибнет из-за того, что желудочный сок – это суперкислый раствор. Он в миллионы раз кислее и опаснее, чем, например, уксусная эссенция концентрированная. Итак, исследования были проведены. Они были проведены по всем правилам доказательной медицины. Это были двойные слепые плацебо-контролируемые исследования. И было показано, что а, есть классы бактерий, которые выживают, и только их надо использовать в молочно-кислых продуктах. И было показано, что вот эти милые микробы, они действительно обладают защитными действиями. Ну, первое, какие бактерии? И что должно быть написано на этикетке? Их есть три класса. Это бифидум-бактерии, это лактобациллы-казы. И чтобы убедиться, что они здесь есть, вот тут на этикетках, мы вам сейчас крупно покажем на экране, вы должны прочесть надпись, что количество бактерий 10 в 7-й. Эта надпись имеет аббревиатуру КО-Е, колонии, образующие элементы. Вот эти колонии, образующие элементы, должны быть в количестве 10 в седьмой степени. Если здесь это написано, и это именно такие бактерии, значит, вы пьете то, что надо. В одном из исследований, которое проводилось в разных странах мира, участвовала Россия, это было исследование детей, и смотрели, влияет ли употребление йогуртов с молочнокислыми бактериями вот из этих типов, когда 10 в седьмой КО-Е, на риск заболеть острые респираторные инфекции. Оказалось, что дети, которые получали 2-3 вот таких флакончика в день, они на самом деле болели реже. Поэтому, действуют ли молочнокислые бактерии в молочнокислых йогуртах? Ответ «да». Чтобы вы были убеждены, что вы купили то, что надо, должно быть написано КО-Е, 10 в седьмой. Следующий вопрос. Действуют ли эти бактерии, когда они заправлены в лекарственные формы? Надо сказать, что наша программа озаботилась ответом на этот вопрос, и мы провели эксперимент в настоящей микробиологической лаборатории. Мы проверяли препараты бификол, мы проверяли лактобактерин, мы проверяли линокс и еще целую серию препаратов. Что мы делали? Мы просто-напросто эти бактерии выращивали, а потом, грубо говоря, заливали их кислотой, желудочным соком. Так вот, после этого оказалось, что выживших практически не было. Единственное, у кого бактерии выживали, это был препарат линокс. Но если этот препарат давал обещание, что выживших будет 10 в седьмой, то реально мы обнаружили, что выживает в 100 раз меньше бактерий. А количество их принципиально важно. Вот у нас здесь выживало 10 в пятой. Поэтому вывод в молочно-кислых продуктах эффективность доказана во всем остальным. Для меня, например, под вопросом. Вот, собственно говоря, о чем я вас хотела предупредить. Так что слово из рекламы. Бифидобактерии, в принципе, хорошие. Если написано КОЕ10 в седьмой, берите йогурты и другие молочно-кислые продукты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok